Здарова танкисты, с вами Слим. В этом выпуске покажу два своих боя на Т-71 Оборотень. Соответственно мы узнаем, как фармит кредиты данная премная машина, что за неистовый геймплей он может нам предложить, как на нем играть, ну и самое главное, для тех танкистов, у которых до сих пор нет данного према в ангаре, я расскажу, когда и как очень скоро, абсолютно бесплатно можно обзавестись данным премом. Но для самых нетерпеливых, которые не хотят ждать начала боевых задач и тем более их выполнять, я конечно же расскажу о следующем старте продаж данного према. Итак, давайте начнем. Т-71 Оборотень. Это абсолютно эксклюзивный легкий премный танк США, который находится у нас на седьмом уровне. Честно скажу, когда я увидел его впервые, я был абсолютно поражен. И тут хочу сказать, разработчики консольных танков, вы просто красавцы. Респект вам и уважуха. Действительно, это очень классное и правильное решение. Дело в том, что в каждой ветке World of Tanks найдется для каждого танкиста фановая, интересная и любимая машина, на которой хочется играть очень часто и много боев. Но, честно, когда ты в веточке прокачиваешь следующий танк по ветке, мотивация играть на любимом танке как бы она пропадает. Следующий танк ты исследовал, дополнительного дохода по серебру любимая машина как бы не приносит. Ну и, соответственно, играть на ней как бы нет резона. И вот тут разработчики сделали действительно правильное и гениальное решение. Они некоторые фановые машины из веток сделали премами. Ну как сделали? Они придумали подобные машины по характеристикам, сделали им красивые названия, дали очень эффектный камуфляж, ну и, соответственно, пустили в продажу. Ну и мы знаем, что в консольных танках как бы очень многие машины можно получить абсолютно бесплатно. И Т-71 Оборотень тут как бы не исключение. В общем, каким образом можно получить Т-71 Оборотень абсолютно бесплатно или другие три премиум-машины, я сейчас вкратце расскажу. Дело в том, что разработчики World of Tanks Console в октябре месяце для игроков подготовили очередную боевую задачу, которая называется Охотник на монстров. В игре она будет доступна в период с 20 октября по 1 ноября. Полных условий боевой задачи пока нету, но я думаю, ближе к кивенту условия даймена боевой задачи, конечно же, появятся на портале. Но уже известны награды. Игроки будут бороться за одну или несколько премных машин. Их четыре. Среди которых КВ-5 Горыныч, Уэй Кайдзю, Т-71 Оборотень, Крафт Пантера, Упырь. Согласитесь, достаточно интересный набор. Я могу предположить, лишь только поскольку условий нет, но могу предположить, что скорее всего мы будем делать то же самое, что и делали раньше в подобных боевых задачах. Скорее всего, нам надо будет играть очень хорошо и много. Другими словами, нам надо будет стремиться попасть в топ-5 команды своей по заработанному опыту. За это мы будем получать от 1 до 5 очков, которые будут складываться в определенную копилку. Набрав нужное количество очков, мы сможем их обменять на желаемый премиумный танк. Поскольку Т-71 Оборотень есть в моем ангаре, то я буду фокус делать на КВ-5 Горынычи и Уэй Кайдзю. Именно эти две машины я хочу получить больше всего. Если же вы не любите большие средние танки в виде крафт-пантеры, вам не интересны медленные тяжелые танки, как КВ-5 Горыныч и Уэй Кайдзю, конечно же вы любите легкие танки. В первую очередь советую обратить свой взор на Т-71 Оборотень. Тем более, это очень интересная фановая машина, которая может фармить неплохое количество кредитов эти два боя тому подтверждение, которое вы сейчас увидите в этом выпуске. Ну и соответственно, вы получите кучу фанов, море удовольствия от игры на этом премиум танке. Да, кстати, если вы не любите выполнять боевые задачи, не хотите так долго ждать старта ивента, то уже буквально через 5 дней, в период с 13 октября по 9 ноября, любую или все из этих премиумных машин вы сможете купить в премиум магазине. Что касается самого танка Т-71 Оборотень, он, как любой другой танк в игре в Altertanks, имеет свои достоинства и недостатки. Среди плюсов хотелось бы выделить отличную маскировку. Низкий силуэт, нас легко спрятать за любым рельефом, нас трудно попасть, нас тяжело обнаружить. Помимо этого, Т-71 имеет отличный обзор и замечательную подвижность. То есть, мы первыми можем занимать позицию для пассивного света, активно кататься по карте, учитывая, что у нас малый силуэт, в движущийся Т-71 действительно сложно попасть. К плюсам также отнесем его барабанную пушку, с барабанной системой заряжания, которая имеет 6 снарядов. Но, к сожалению, барабан это же и недостаток, о котором я расскажу немножечко позже. Не забываем, что у нас есть эксклюзивный камуфляж, черный, с такими красивыми хромированными вставками, который дает бонус к смассировке. Помимо этого, не забываем, что это премиум машина, которая имеет повышенную доходность, и также это наш тренажер для экипажа, в частности, для американских легких танков. Это, в принципе, те плюсы, которые хотелось бы выделить. Давайте плавно перейдем к недостаткам. Недостатки это, конечно же, малый запас ХП, отсутствие бронирования. Любое попадание обеспечивает нам урон. Помимо этого, мы можем впитать в себя фугасы, а это обеспечение критов внутренних модулей и, конечно же, членов экипажа. Помимо этого, тот самый барабан, который, казалось бы, есть плюсом, но есть и недостатком. Дело в том, что у вашего барабана достаточно долгое КД вне. Соответственно, в этот момент мы не можем стрелять, и учитывая, что у нас скудный запас здоровья, отсутствие брони, нас на КД барабана могут просто-напросто подловить, упороться и просто безнаказанно забрать. Это как бы есть недостатком. Но в целом машина получилась очень интересная, фановая, и действительно, как на нем играть, это уже на ваш выбор. Вы можете активно скататься по карте, делать все то, чтобы противник просто-напросто упаривался на вас, и при этом вы вытягивали на огонь, на ствол союзника. Вы можете, используя свои скоростные данные, и отличную маскировку, просто-напросто встать куда-то в куст на пассивный подсвет. Я использую на данном танке следующие модули. Стереотрубу, просветленную оптику, и в данный момент использую улучшенную вентиляцию. Если же у вас нет экипажа с прокачанными несколькими перками, то вместо улучшенной вентиляции, конечно же, лучше установить стабилизатор вертикальной наводки. Вы очень часто на этом танке будете стрелять на ходу, учитывая, что разбросы у нас и так достаточно аховые, в принципе, стабы лишними точно не будут. Что касаемо фарма, данный танк реально вполне без особых напрягов может вывести по 100 тысяч серебра за бой. С премиум аккаунтом, конечно же. Без дополнительных боевых задач. Вашему вниманию предоставляется два боя, в которых я и нафармил те самые по 100 тысяч серебра за бой. Ну и, в принципе, это все, что я хотел сказать. Дальше смотрим под музон. Я надеюсь, вам понравилось это видео, или, по крайней мере, было полезным. Не забывайте поддерживать Слима лайком. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. До новых встреч. Удачи вам в боях. Отличного фарма. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok